Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и мы продолжаем публикацию наших ежедневных видео. Чтобы видео наврало побольше просмотров, нужно обязательно что-нибудь сказать про биткоин. И, собственно, друзья мои, к сожалению, по биткоину реализуются негативные сценарии, о котором мы говорили. Мы говорили, что есть диапазон 10-12 тысяч, вот куда мы выйдем из этого диапазона, туда дальше и двинемся. Ну, собственно, выход с диапазона был, биткоин свалился до своей цели 8 тысяч, сегодня падал уже ниже 8 тысяч. И, вы знаете, вот меня сейчас многие спрашивают, куда он упадет. Многие пытаются делать предсказания, куда он упадет. Я вот в прошлый 5 минут записывал видео с рассуждениями о том, насколько сильно он еще может упасть под воздействием той психологической обстановки, да, и того психологического восприятия толпой вот этой всей ситуации. Биткоин может упасть очень глубоко. И, собственно, предсказывать точку разворота или точку, до которой он свалится, ну, это дело достаточно неблагодарное. Сейчас ближайшая цель это 5 тысяч долларов за единицу, где-то 5-5 с половиной. И, судя по тому настроению, которое сейчас есть на рынке, участники рынка, инвесторы, они готовы к этому падению. А если инвесторы к этому готовы, значит, огромной долей вероятности вот это снижение, оно будет. Так что 5-5 с половиной тысяч – это ближайшая цель для битка. Следующая новость – это, конечно же, актуальная тема для всех москвичей. Это тот ужаснейший просто снегопад, который нас накрыл в эти выходные. Собственно, я вот в Москве, уже у меня 9-я зима. И я, честно говоря, правда, я не помню, были, да, снегопады, да, заметало все, но такого трэша я не видел вообще. Ну, то есть, чтобы вы понимали масштабы бедствия, я вчера утром ездил на тренировку с собакой, когда в обед вернулся с ней на машине, я около часа просто плутал около своего дома на машине, чтобы найти место, где припарковаться. И проблема была даже не в том, что нет мест, куда припарковаться, а просто те места, которые есть, в них просто, чтобы заехать, нужен какой-нибудь такой хороший внедорожничек, да, и только в этом случае можно будет заехать. Вот, и сегодня утром открываю, значит, навигатор, думаю, поеду, как обычно, до метро на машине, смотрю, до метро ехать час пятьдесят, ну, просто какая-то фантастика, да, при том, что обычно это там занимает 30, может быть, 40 минут. Так вот, друзья мои, я очень надеюсь, что вы сегодня добрались до своих рабочих мест, я очень надеюсь, что вас не замело, я очень надеюсь, что вы воспользовались все-таки общественным транспортом, мне кажется, в такие дни, как сегодняшний день, это крайне благоразумно. И, коль уж сегодня понедельник, хочу вам сделать один очень важный дельный совет о том, как повысить свою производительность. У нас с вами, ну, очень много задач, много рутинных задач, много вещей, которые нам хотелось бы сделать, но мы банально не успеваем. И путь к тому, чтобы эти задачи выполнять, это, на мой взгляд, один из путей, очень важный, одна из ключевых дорог, это концентрация на тех задачах, которые вы выполняете. Ну, как часто у нас бывают такие ситуации, когда садишься, начинаешь что-то делать, и тут друг позвонил телефон, пришло сообщение, написали там в Телеграме, в Вайбере, в Ватсапе, там в каком-нибудь мессенджере, потом мы вспомнили, что нам нужно зайти в соцсети, там что-то посмотреть, прокомментировать, отлайкать, там, я не знаю, потом, не знаю, там кто-нибудь зашел с каким-нибудь вопросом. В конечном итоге прошел, там, допустим, час времени, а мы так толком не принялись за ту задачу, которую мы хотели выполнить. Так что, друзья мои, вот путь к достижению высокой эффективности и производительности, конечно же, лежит в концентрации. Постарайтесь максимально вообще убирать все, телефоны, мессенджеры, соцсети, отключите себе социальные сети вообще на компьютере, чтобы вы не могли в них попасть, зайти без, там, отключения каких-нибудь плагинов, например, на своих браузерах и так далее. Отключайте телефоны, если вы хотите выполнить какую-то важную задачу. Только так можно действительно чего-то добиться, что-то сделать. Я надеюсь, что на этой неделе вы вместе со мной поставите перед собой задачу, максимально концентрироваться на тех задачах, которые перед вами стоят. На этом, друзья мои, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, что вы по всему этому поводу думаете. и поставьте лайк, если видео было для вас полезно. Ну а с вами был Глеб Задоя. Всем пока!